Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь у нас в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Ну а мы приступаем. Главная новость этого утра. Буквально пару часов назад появилась в СМИ информация официальная, что в США скончался Фетхола Гюлен. Это турецкий проповедник, которого власти обвинили в попытке переворота в 2016 году. Я думаю, что это не будет слишком громко, а как есть, это, наверное, самый главный враг Эрдогана с 2016 года точно. Новость о смерти Гюлена первым сообщил близкий к нему сайт Херкюль. Позже информацию подтвердил сам племянник погибшего. Он написал твиттер, опубликовал. На данный момент 2016 года Гюлен проживал в штате Пенсильвания в Америке. Он был лидером организации, которая называется в Турции Фето. Она признана в Турции террористической. И его обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году. Попытка оказалась неудачной. Если вы не знаете, арестовали около 80 тысяч человек. 150 тысяч человек госслужащие, включая военных, были уволены по итогам этих расследований. Эти дела их до сих пор идут по сей день в судах за вот эту попытку переворота. Глава государства выступил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Германии Олафом Шольцем. Встреча проходила здесь в Стамбуле, в Далумабахче в резиденции. Цитата президента о том, что мы приняли решение продолжать совместную борьбу с террористическими организациями. Мы будем совместно вести борьбу с этими террористами в Германии. И также еще, на что обратили люди внимание, на встрече с Шольцем президент заявил, что Турция никогда не закрывала свои двери для беженцев из Ливана. Мы их также ждем, как и беженцев из Сирии. Но самый крупный скандал и новость последних дней и этих выходных, это крупный скандал на момент банда убийц-младенцев. Я немножко рассказывала вам предыстории в прошлом видео, сейчас мы немножко укрепнимся в суд дело. Что на данный момент по хронологии этого события, почему это важно, потому что это сразу же имеет политический окрас в стране. Претензии к власти и президенту, в частности, точно такие же на этой базе, как и были до этого, про насилие две недели назад, про психов, убийц и всех-всех-всех прочих. В мае еще 23-го года, то есть год назад, уже в Центр коммуникации президента Турции, Джимера называется, были уже, скажем так, сигналы с мая 23-го года. Практически, ну условно, полтора практически года назад. О том, что существует такая проблема, уже были жалобы на вот эту, скажем так, схему убийц детей. Больше года была тишина, никакой реакции от государственных органов нет. И тема эта сейчас стала тщательно исследоваться прессой, журналистами, после только того, как женщина-прокурор опубликовала видео, снятое скрытой камерой. И на этом видео один из членов этой банды запугивал прокурора в ее же офисе, в ее кабинете, тем, что ей не поздоровятся, точнее, ее убьют, по сути, если она не прекратит расследовать это дело. Это я вот про это в прошлый раз говорила в новостях. Вот на данный момент выявлено 47 подозреваемых по делу проходит, из которых 22 человека уже были арестованы. И наемный убийца Мустафа Кемальзенгин, связанный с этой бандой, заявил, и вот стата, что он признался, что он уже получил заказ на убийство прокурора этой женщины, который расследовал дело о гибели младенца. И якобы ему там заплатить должны были 100 тысяч. В обед субботы 19 октября люди начали выходить просто на протесты к больницам, названия которых были в этом деле, в СМИ опубликовывались, с плакатами, с протестами, с требованиями решать эту ситуацию справедливости и правосудия от государства. К вечеру Минздрав уже отозвал лицензии, остановил на работу детских отделений этих больниц, а больницы в итоге закрылись полностью, не только детских отделений. В свою очередь люди разбивали окна, клеили всякие плакаты различные на двери этих больниц. И в итоге уже поздней ночи, в районе 11-12 ночи в субботу, всех детей в реанимациях, которые на лечении находились машинами реанимации или просто скорыми, государственными, это очень отмечалось в СМИ, перевели в государственные больницы из этих частных, где они, скажем так, дети удерживались. Но опять хочу отметить, что это после чего произошло, начало что-то работать, двигаться, когда люди вышли на протесты. Год с лишним никакой реакции на это не было, и все это продолжалось, и дети умирали. Пока только журналисты не раскопали, в СМИ не вылетело это видео, ничего не делали. Пока люди не вышли на протесты, реакции никакой не было. Вот в этом заключается сейчас претензия обычных людей. Это та новость, которой вот вчера буквально нет таких, кто бы это не обсуждал. В сети сейчас форсится расшифровка телефонных переговоров, записей между членами этой банды, да, кто в этом состоял, эти всяких врачей и так далее, в чем они там общались. По факту сейчас прокуратура требует очень длительных, больших сроков заключения для этих людей. От 177 лет до 582 лет за различные преступления для всех вместе них. Это обвинения, статьи, которые на них сейчас идут, это непреднамеренное убийство путем бездействия, мошенничество, создание преступной организации. И по этой теме высказался один очень популярный журналист, его зовут Ахмед Хакан. Он сказал, что Эрдоган занят бандой не Таньяху, а не бандой новорожденных, которые убивали новорожденных. И президент должен взять под личную ответственность это расследование. Он должен вообще направо и налево кричать только об этом и взять под личный контроль. То есть это самое важное, что в стране есть. Хочу немножко пояснить, почему опять же всплывает имя президента. Вы скажете, это должны быть правоохранительные органы этим заниматься и так далее. И разговор какой идет в обществе, что сфокусировавшись на внешнюю политику, на поиски врагов, на безопасность, на все-все-все-все прочее, и на опасности, на чужие войны, которые происходят вне Турции, правительство, правящая партия упустили разложение в обществе моральное. Дошли условно до убийства младенцев за деньги, да, как говорится. И то есть претензия такова, что правительство в данный момент, власть, должно заниматься первично внутренними проблемами страны и граждан, а вторично уже внешней политикой. То есть вот этот фокус на приоритеты граждан и людей. Вот она, в чем претензия. И вот вы видите, вы можете просто, наблюдая новости, которые я снимаю, видеть, что из ситуации в ситуации претензия, скажем так, граждан, или моменты, которые разбираются, один и тот же лейтмотив. То есть проблема одна и та же, но вспышки, на которых это отсвечивается и становится явным, абсолютно разные. В Анталии трое российских туристов пострадали при пожаре, который произошел в пятизвездочном отеле. Это произошло 18 октября. Отель назывался Imperial Sunland Resort в Бельдиби Кимер. Произошло возгорание из-за скачка напряжения в сети. Люди спасались от огня на балконах своих. Турецкие СМИ вообще сообщили, что пожар вспыхнул около 16.30, и в момент пожара в отеле находилось около 500 туристов, 500 человек. По факту все они были как-то эвакуированы, спасены. Троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, но они по факту уже выписаны из больниц, и люди, туристы были переселены в другие отели. Об этом давал комментарий, конечно же, и мэр Анталии. В чем вообще, что хочется отметить, что пожарные машины некоторое время не могли въехать на территорию отеля и добраться до тушения, потому что была посадка деревьев у входа в отель, так что даже пришлось с тракторами ломать деревья, освобождать путь для пожара. А это что у нас? Техника безопасности. И также про туристов. В городе Аксарай, в центральной части страны, туристический автобус врезался в ограждение и перевернулся. Это был автобус полон туристами. Там погибло в тот момент сразу 7 человек и 33 человека пострадали. Об этом было официальное заявление в МВД Турции. Всего в транспортном средстве находился 41 человек. Два водителя и один гид, и помимо него еще их и туристы. Находился там древний подземный город. Они ехали на экскурсию. Водителя задержали. Он арестован. Уйдет выяснение расследования этого происшествия. Россиянка Маргарита Караджа, уроженка Новосибирска, пропала без вести 8 октября в Турции. Поиски женщины продолжались в течение недели. И 15 октября ее тело было обнаружено в Ореховой роще в городе Орду. В настоящий момент сейчас ведется расследование с целью установления причин гибели женщины и вообще ситуации, что произошло, куда она пропала. Было известно, что сибирячка покинула дом в неизвестном направлении и больше вообще не выходила на связь. Родные начали поиски Маргариты, обратились в полицию. Искали ее и правоохранительные органы, и искали ее также волонтеры вокруг. Но вот в течение недели никаких вестей вообще не было. Также консульство России в Анкаре подтвердило, что ее дочка в консульство обращалась за помощью по поводу пропажи мамы. И в Турции она была замужем за турком, и также еще проживал ее брат. И имеются такие данные, что женщина Маргарита, она в течение нескольких лет уже проживала на две страны, состояв в браке с гражданином Турции. И у них был дом в этом городе Орду, где она поддерживала связь с отечественниками. То есть она не была там отшельницей закрытой или что-то такое. Стремилась вообще, короче, к общению, найти друзей среди русскоязычного сообщества и комьюнити. Похоронили женщину в турецком городе Орду. Церемония прошла на их местном кладбище. Об этом, кстати, писало издание турецкое об этих обстоятельствах. Родственники тоже на этом присутствовали на похоронах. Сейчас расследование. Тайная смерть опять очередная про туристов в Турции. Опять женщина. Ну, здесь немножко другие обстоятельства. Не туристка приехавшая, но и гражданка страны. Женщина находилась в браке с турком. Посмотрим, возможно, будут какие-то подробности на эту тему. Конечно, соболезнования ее родственникам. 17 октября в Сивасе у нас были трехкратные толчки землетрясения. По 4,5-4,7 баллов. И на следующий день в 21 школе в Малате были объявлены выходные. Потому что просто у нас с домов летели камни, куски бетона на людей падали. Было очень много повреждений, трещин в зданиях. На данный момент пока что в последние несколько дней не повторялись толчки. Пока что спокойно. В Измире за тайной дверью в туалете от полиции скрывался наркоторговец. Система была настолько продуманная. Был специальный пульт управления дверью для этой потайной комнаты. С помощью этого пульта можно было открыть дверь. А так вообще и не догадаешься, что там есть какой-то тайник. Но полиция все равно об этом узнала. И наркоторговца задержали. Турецкий пастух, который к зарплате в размере 70 тысяч турецких лир. На минуточку 2000 долларов сейчас по курсу. Это 197 тысяч рублей за пастух. Представляете, да? У него еще помимо этого оплачивается еда, транспорт, страховка медицинская. 30 гигабайтов интернета. Он еще потребовал один раз в неделю массаж для него. Он запугивает всех тем, что он откажется от работы. Он сказал, я перестану упасти. И все вздрагивают просто, что кроме меня никто не сможет выполнять эту работу. Хочу отметить, что кризис в данной профессии, недостаток в пастухах в Турции уже очень давно. Вот весь этот сезон летний. Ну, по причине урбанизации люди уезжают из деревень. Никто эту работу делать не хочет, этим заниматься. Это и тяжелая физическая работа, по сути, весь день на ногах ходить и так далее. Но при этом не интеллектуальный труд. Короче говоря, работа пастуха не в почете. Поэтому, кто живет в Турции и хочет заработать, ребят, реально, от души советую. Обратите внимание. Ранее, квалификации особой не нужно, но реально. Буквально, хорошее мы назовем так физическое здоровье, чтобы находиться на воздухе и на природе весь день. Интернет, пожалуйста, проезд, медстраховку, питание, все включено. Еще 2000 долларов вам на руки дают за месяц работы. Можно не напрягаться сильно. В общем, проблема, недостаток в пастухах, она вот уже реально давно. Это вообще не первое, скажем так, звоночек. Вот это видео, конечно, очень разлетелось по сети. Особенно в крупных городах люди, да, и шутили на эту тему, и удивлялись. И типа, нифига себе, зарплаты в больших городах, типа, как Стамбуль, это очень хорошая зарплата. 2000 долларов. И эта зарплата далеко не у всех. Это выше среднего, если что. Вот можно пастухом, если что, в провинцию. Вот такие новости в Турции на данный момент. Спасибо за ваше внимание. Напишите в комментариях, какая новость оставила вас небезразличным и вызвала у вас эмоции. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Чтобы быть в курсе, обязательно туда подписывайтесь. Мы с вами встретимся в новом видео. И немножко хочу пояснить, что если в моем видео не всегда достаточно информации по поводу какой-то новости, я хочу вам объяснить, что пока видео монтируется, выходит, появляются или могут появиться новые какие-то подробности происходящего, и информация может быть полной. И в моем видео, соответственно, она не была указана, потому что на момент съемки видео эта информация просто не была в публичном доступе. Спасибо за ваше понимание. Скоро увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok